Маленькая, худенькая, одетая в тёмный старинного покроя сарафан, застёгнутой сверху донизу на серебряные пуговки, в тёмном вдовьем повойнике. Она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху Борис Шеркин. Великая русская сказительница, песенница Мария Дмитриевна Кривополенова родилась 19 марта 1843 года в семье государственного крестьянина Кабалина в деревне Усть-Ежуга, Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед Марии Никифор Никитич Кабалин пел былины, рассказывал сказы и весь свой репертуар сумел передать внучке. В 1867 году Мария Дмитриевна выходит замуж за крестьянина Кривополенова и переезжает в его дом, деревню Шоторгу, Пинежского уезда. По воспоминаниям известного российского фольклориста Александра Дмитриевича Григорьева, открывшего Кривополенову для мира, жила Мария Дмитриевна чрезвычайно бедна. Живет Мария с мужем бедно, очень бедно. Они живут в низкой двухэтажной без крыши избе, с одной маленькой комнатой в каждом этаже. Ездит на своей лошади собирать милостыню по деревням, но в своей деревне она не собирает. В 1915 году известная в то время фольклористка и артистка Ольга Эрастовна-Азаровская выезжает в Архангельскую губернию для сбора нового материала для выступлений. И по воспоминаниям ее сына Василька, которого она взяла с собой, останавливается в деревне Великий двор у своей подруги Просковьи Олькиной. Утром женщины отправились по делам. Василька задержался в избе. На выходе он столкнулся с нищенкой, просящей милостыню. Пожалев ее, он догнал мать и попросил у нее денег, чтобы подать старушке. Мать денег дала. Старушка же, решив отблагодарить дарителей, спела им несколько былин, потрясших Азаровскую. Так начался путь к известности Марии Кривополеновой в России. В этом же году Ольга Эрастовна-Азаровская вывозит Кривополенову в Москву на гастроли, организованные Северным кружком любителей изящных искусств. Где та с огромным успехом выступает в Политехническом музее. Также в период с 1915 по 1916 годы Мария Дмитриевна выступила в Петрограде, Твери, на Украине, Кавказе. Провела в различных научных обществах, школах и вузах более 60 концертов, чем завоевала у публики огромную известность. Однако, в связи с последующими в 1917 году событиями, интерес к Кривополеновой сошел на нет, и она была вынуждена вернуться на Малую Родину, где продолжила собирать милостыню по окрестным деревням. Следующий раз про Марию Дмитриевну вспомнили лишь после революции. После выхода в 1919 году сборника Былины, в который вошел ее знаменитый сказ о Вавиле и Скоморохах. В январе 1921 года Марии Дмитриевне совнаркомом назначается пенсия и академический паек, как виднейшему деятелю русской культуры. А летом этого же года нарком просвещения Луначарский опять приглашает Кривополенову в Москву, где в Московской консерватории снова с успехом проходит ее выступление. Луначарский награждает Кривополенову почетным эпитетом «Государственная бабушка». После своего триумфального выступления, несмотря на настойчивые уговоры остаться в Москве и продолжить свои выступления, Мария Дмитриевна отказывается от предложения и снова возвращается на Родину. В Пенежский уезд к привычной жизни. Мария Дмитриевна Кривополенова скончалась 2 февраля 1924 года в деревне Виегоры Пенежского уезда. Похоронена в деревне Чакала. Борис Шергин, отлично знакомый с Марией Дмитриевной, художественно описал ее кончину. Однажды отправилась она в дальнюю деревню, возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног, кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке. Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала «Дайте свечку, сейчас запоет петух, и я отойду». Сжимая в руках горящую свечку, Мария Дмитриевна сказала «Прости меня, вся земля русская». В синях громко прокричал петух, Сказительница, блин, закрыла глаза навеки. «Русский север» – это был последний дом, последнее жилище Былины. С уходом Кривополеновой совершился закат Былины и на севере. И закат этот был великолепен. Субтитры создавал DimaTorzok